Победа Анны Ефремовой на чемпионате мира по карате поставила эффектную точку под одним из самых удачных для наших спортсменов сезонов в этом виде единоборств. Прошло немного времени и каратисты уже вступили в новый соревновательный цикл. Открывал его Кубок области, второй по значимости турнир в региональном календаре. Он же по традиции призван определить и предварительный список кандидатов в областную сборную, жаркие дни для которой наступят в конце зимы. К чему ей предстоит готовиться и насколько сильной она может быть, выяснил Роман Четверяков. Для кировских клубов и областных осенние кубковые поединки всегда были крайне важны. Во-первых, это первая возможность проверить новичков в реальной боевой обстановке после тренировочного лета. Ну и очередная обкатка каратистов среднего звена, стремящихся подняться на очередную ступень иерархии. Она, как известно, связана с поясами и на данном кубке они были представлены во всей цветовой гамме. Нет, техника караты не различается. Просто у младших юношей и у юношей запрещены прямые удары ногами в голову. Остального все можно. Стремительные атаки и разящие удары – это не только желание спортсменов попасть на галочку тренером сборной, но еще и шанс получить похвалу от наставников своего клуба. Между ними давно идет конкуренция за право называться сильнейшим в городе. Школа караты «Богатыри» в этой схватке дебютант. Она создана всего год назад. Несмотря на молодой возраст, в ее составе есть опытные бойцы, но индивидуальный подход в ней больше практикуется к совсем юным ребятам, только начинающим путь в каратэ. И уже с первых занятий им прививаются тот самобытный стиль, делающий этот клуб непохожим на других. Мы учим ребят, чтобы они в начале своей карьеры спортивной двигались. Меньше получали ударов, меньше получали в итоге травм. Вот это наше основное кредо. Воспитанники «Богатырей» на кубковом татаме в обиду себя не давали. Двигаясь в поступательном направлении, они по числу завоеванных медалей стали вторыми, оставив позади ряд известных в Кирове клубов. В лидеры же пока выбились каратисты Вятской областной школы Олимпийского резерва, половина наград которой отливала золото. Кроме двух этих команд, призовую черту также довелось переступить представителям «Дельты». Пройдя предварительный отбор, большинство участников теперь дожидаются начала января на чемпионате и первенстве области и будут окончательно названы те, кому предстоит выходить и биться на Приволжье и, возможно, России. Роман Четверяков, Денис Тружков, Вести Киров.